Видите расписание само, такое тоже на 4 игры. Надо, ребята, так, ладно, не будем об этом говорить сейчас. Да, у меня появилась игра, Mitch Flower Power, на трансляции говорят, что я тоже скажу, значит, это марафон не просто ради марафона, это марафон благотворительный, на нём собираются деньги на благотворительность, в фонд Save the Children. У нас в описании есть кнопка «Донат», эта кнопка отправит вас на страницу доната именно в этот фонд, то есть через ESI. Так, предыдущим, кстати, предыдущим мировым рекордом, насколько я помню, было 1 час 9 минут 58 секунд, тоже у Mitch Flower Power, потом он вот на 6 секунд ускорился, быстрее сделал, и теперь… уже мировой рекорд, час 9 минут 52 секунд. Так, сейчас есть секунду, надо закрыть окно, я думаю. так, сейчас начнётся скоро, по крайней мере у меня, вот, когда начнётся таймер, когда таймер начнёт отчитывать время, мы синхронизируемся, и всё будет прекрасно. так, у меня 3 секунды, 4 секунды, 5 секунд. Я вполне уверен, что мне надо будет как-то ещё синхронизироваться. значит, первый уровень, первый мир, в принципе, довольно такой, знаете, страшноватый, вообще с первого взгляда видно, что всё очень просто, когда уже долго поиграешь, в принципе, так и есть, но есть некоторые неровности. Окей, вообще, 15 секунд, но, ребята, как бы никто этого не знал, мы сейчас… никто этого не заметит, сейчас я сделаю магию, и… так, смотрите, 52 секунды, 53 и 54. Сейчас мы до конца синхронизируемся, я надеюсь. 10, мы сейчас ещё синхронизируемся, и я уже начну говорить на более важные вещи, очень более важные вещи. Выполняем, продолжаем выполнять магию, магия. Не буду говорить, как я путешествую во времени, но… это очень интересно. Так, минута 30, минута 31, 32. Так, это очень неприкольно, я надеюсь, у меня получится ещё сделать магию. 54, 55, 56, 57. Да, у меня ещё подвисает, неприкольно. Ладно, ребята, ладно, ладно. Так, значит, что рассказать можно, у нас категория 100%, значит, мы должны пройти понятную игру, собрать все вещи, которые можно собрать, иначе надо вообще собрать все предметы. У меня продолжает весной трансляции, и я сейчас постараюсь… хотя я не знаю даже, что я смогу с этим сделать. Давайте я чё-нибудь попытаюсь решить, чё-нибудь как-то. Ммм, никогда такого не было, но меня это немного сбивает. Ммм, вот вы можете в нижней части экрана увидеть надпись World 1, Мир 1, удивительно. Правее от надписи World 1 вы видите такие, значит, треугольнички и надпись P. Это P-скорость, то есть, если она больше набирается, чем больше она набирается, тем быстрее мы двигаемся. Она может сбиваться, ну, то есть она может сбиться, что плохо, то есть нам нужно этого избегать. Так, собрал звезду, по крайней мере так легче говорить. Жесть, кто-то вообще, да, кто-то мешает мне пользоваться моей магией. Попозже, я думаю, спрошу насчёт времени, потому что мне всё-таки интересно, но я не буду забивать этим пока что. У нас, значит, скоро будет, ну, так относительно, скоро будет босс. Не ждите очень жёсткого босс-файта, то есть это будет босс первого уровня, точнее как вообще, по времени-то я сзади похоже вообще. Значит, с боссом там очень всё легко было, а потом у нас мы видели, знаете кого, мы видели короля, и нам говорили о том, что короля превратили в собаку. И нам нужно найти, ну, там в тексте, в принципе, я думаю, увидели, нам нужно найти волшебную палочку. Опять же, тема магии. У меня, к сожалению, такой волшебной палочки нет, я не могу теперь управлять временем. Как-то меня вся эта тема с временем, если честно, сбила, даже потеряла мысль. Да, мы забрали то, что нам нужно было. Так, давайте я просто проверю, чтобы я не переживал насчёт этого, особо не думал. Пять минут, восемнадцать секунд, девятнадцать секунд, двадцать секунд. Окей, минус пять у нас так и сохраняется, отлично. Ммм, значит. В конце каждого мира у нас, вот мы закончили первый мир, у нас второй мир, в конце второго мира, как не очевидно, у нас будет тоже босс. Как вы видите, у него полностью набрана пи-скорость, про которую я уже говорил, поэтому двигается довольно быстро, значит, быстрее, ну, настолько быстро, насколько возможно. Еще раз скажу про категорию, это категория сто процентов у нас, ээээ, мы не будем использовать. Здесь не будет в ронг варпа, как в Any% варплесс. 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 они нас заденут. Поэтому начало уровня этого очень неприятно, потому что на нём можно потерять довольно много времени. Да, мы на 2-3 используем... ну здесь будет много медиум-джампов, будем так вот прыгать, как вы сейчас видите. Не знаю, вряд ли это было очень незаметно. Даже не знаю, как это так объяснить. В общем, когда он взял... как сказать-то, вы видели, что он взял зелёный предмет, то есть... да ладно, не будем об этом, я уже не могу вспомнить это слово виноват. Да, предыдущий уровень был 2-3, сейчас мы... да, мы на 2-5. Ну, что как бы не очень понятно, здесь можно, в принципе, ходить на любой уровень по этой карте. Так, я не буду... я не понимаю, почему меня подлагивает очень... да, панцирь, ребята, панцирь. Я не посмотрел в чат вовремя, значит он, да, брал панцирь, и как вы могли уже на протяжении вот этих девяти минут, всего девяти минут, заметить, панцирь здесь много, когда используется, чтобы ломать блоки и раскрыть проход к трубам, там или в целом раскрыть проход на уровне. Вы видели сундук, что значит этот сундук? Из этого сундука, из таких вот сундуков в игре выпадают случайные предметы, то есть, в принципе, их можно назвать лотбоксами. Так, это последний вип-панцирь, потому что у них есть стоит 1-2, что будет выиграть за него, потому что они будут играть, потому что они будут уграбать. так продолжаем говорить мы на так я что-то у меня с памятью произошло значит не буду говорить номер уровня потому что я его не могу вспомнить да каждый раз мы приходим в эти замки и нам говорят как раз таки о том что король он превращен и нам нужно опять собрать волшебную палочку чтобы превратить его обратно в человека прошлый раз он был превращен в собаку сейчас он превращен в паука как вы видели на официальной трансляции зачитывают донаты здесь в данном моменте мало о чем можно говорить довольно медленно все проходит без каких-то какого-то великолепного мувмента вот в данном здесь ранее довольно сейфово отыграл учитывая что вы на 5 секунд впереди меня да у него получилось да в общем в чем чем смысл того что произошло он у него получилось отпрыгнуть от стены и он сверху то есть за экраном забрал мэджик вард то есть он убил значит босса и забрал мэджик вард это да и есть фрейм-перфект гумбе это можно делать в начале это можно сделать еще одно боссоет Субтитры делал DimaTorzok Так, мы, ну я не буду здесь злоупотреблять словами мы бежим прыгаем, мы продолжаем движение Значит будем говорить более о важных вещах, когда будет подходить время говорить их У него, да, у меня до сих пор почему-то в голове то, что я на 5 секунд, это не то, о чем надо думать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что сейчас мы можем левитировать Не мы даже, а Mario То, конечно, позволяет нам быстрее проходить, ну точнее как, нормально и быстрее, если научиться правильно это делать, быстрее проходить определенные моменты Здесь у него довольно нормально получается, мувмент здесь у него хороший, у него не сбрасывается пи-скорость И даже как это описать, все пока идет хорошо, не так как было в спидране Майнкрафта предыдущем, но все еще может измениться Хотя я сомневаюсь, конечно, что здесь будет что-то проблемное, я думаю у него все хорошо получится На трансляции зачитывают донаты Тоже я могу такого вам сказать сейчас, пока зачитываются донаты Ну да, их быстро зачитали, в принципе Что вы могли дометить, пока вот идет этот уровень? Это уровень автоскроллера? Что это значит? Значит экран двигается По движению, ну то есть экран двигается И мы не можем на это повлиять Никак То что экран двигается, это заставляет нас самих продолжать движение Право Да Там был довольно опасный момент В котором он почему-то не умер Я сам глазами его пропустил, но ушами я услышал о том, что очень сильно удивился раннер У меня есть подозрение, конечно, что это могло быть, но если это именно то, то это странно И потом просто делается очень маленький прыг в воду Так вот проход в воду, вот предыдущий момент, когда мы только прыгнули в воду, там есть такой... там надо пару пикселей двинуться в определенную сторону, потом прыгнуть и благодаря этому мы... Как сказать, прослайдимся в воду И потом я останавливаюсь в воду И позволяет мне прыгнуть прямо на пиксель, вместо прыгнуть, а потом, как, прыгнуть на пиксель Да, уровень 3.8, уровень 3.8 Выглядит, возможно, тем, кто вообще не... тем, кто ни разу не видел Super Mario Bros. 3, поинтереснее, чем предыдущий По крайней мере тем, что он... в нем побольше движения самого мира Возможно, возможно, он поинтересней, но еще более интересные уровни, конечно, будут дальше Да, у него... У него с мувментом здесь все получилось И чему я рад безграничным У нас... так... да, мы возвращаемся в замок, в котором опять король превращен в... так, у меня зависает трансляция... что продолжает давить на меня... Не понимаю, почему мне это так важно... Мы на автоскроллере... на очередном автоскроллере... Что такое автоскроллер, я уже рассказывал, хотя на самом деле, мне кажется, многие знают, что это значит, но все равно никогда не вредно рассказать Она тоже одна из этих кублинг, где ты не можешь оценивать о их паттернах, потому что она может быть бороться так же каждый раз Да... эмм... Однажды на время... Эмм... Мне даже не знаю... Мне никогда не нравились автоскроллеры в играх... Но... Их не избежать... Они есть в большинстве игр... Некоторые игры это... Буквально только автоскроллеры... Но... Эм... 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 Да... Убийство вот этого... Противника... Босса было довольно... Ну... По времени довольно быстро... Там... Сколько было... Двадцать... Мм... Сколько... Двадцать ноль два... Возможно, как так... В... В... Эм... 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 Ну... О чем... Я либо забыл... Либо... В общем... Вы видите... Вот... Вот... Как... Письмо... Мы... Помогаем... Эм... Эм... Королю... Он дает нам... Эм... Письмо... От принцессы... То есть каждый король... Которого мы превращаем обратно... В человека... С... Помощью... Вот этих... Магических палочек... Маджик Вардов... Эм... Эм... Да... Так... 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 Нужен вы stored... Но... Спасибо. на противника, нажал вправо и выстрел, что вызывает диспавн одного из цветков, и вот вы видели такое как зависание. Оно выглядело как зависание на трансляции для вас. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Здесь пи-скорость, ну мы передвигаемся по воде, пи-скорость здесь набрать нормально не получается. Ну в принципе там увеличить свою скорость никак нельзя, ну в предыдущем моменте, где мы передвигались по воде. Да, скоро мы доберемся до замка снова, в котором будет примерно такой же момент, который вы уже много раз видели. Хороший момент, да. У него довольно хорошо получилось пройти вот этот момент. Теперь мы идем, ну как сказать, мы убили противника вот этого, ну то есть вы видели его на карте. Так, и вообще, да, есть некоторые способы манипуляции пи-скоростью. Ну так, еще раз, пи-скорость видна справа от надписи World 4, которая находится в нижней части экрана. Про эти манипуляции я, если не забуду, чуть-чуть попозже расскажу. Да, как в ток, что можно было увидеть. Раннер специально встал на платформу, потому что он знает, где выпадет из противника нужная нам вещь, предмет. Мы опять в замке, в замке нам говорят опять, что, боже мой, короля превратили, нам нужно снова найти волшебную палочку Magic Ward и превратить правителя обратно в человека. Зачитываются донаты, мы опять на корабле, да, вот корабль, корабль всегда автоскроллер, как вы видели, раньше уже точно видели, но если, конечно, вы не только что не зашли на трансляцию. На какой-то инцентив, не помню на какой инцентив, сейчас собирают деньги. В принципе, на сайте, я думаю, на сайте, да, там написано. И, возможно, скажу чуть попозже еще, но это не так важно сейчас. Ну, как только что вы, вот даже вы видели сейчас, продолжаете видеть. Раннер стреляет в землю, он в землю стреляет, потому что оттуда появляются противники. Все донаты, которые только что зачитывали, да, я тоже могу сказать об этом, идут в фонд Save the Children. Попозже, может, еще поговорим об этом, просто так напомнюсь, поговорить, показать, убедить. Да, Мич, да, Мич прошел автоскроллер, ну, в котором нет большой сложности, вот в данном моменте. Не самое быстрое убийство, но нормально. Никаких проблем. Да. То есть, не во все моменты мы можем забрать Magic Ward из-за экрана. На втором и на четвертом, да, вроде в мире нам не стоит это делать. То есть, потому что там плоская земля. Ну и, как он забирается от Magic Ward из-за экрана, если вы помните, как это все происходило. Ну, это было с помощью пи-скорости. Там, да, как выглядит. То есть, он, скорее всего, с помощью пи-скорости, потом отталкивается от стены и забирает Magic Ward из-за экрана. Редактор с грязными. Тик-скорость. Так отталкивается. Идем заCP. Иэк-скорость. Отталкивается. Это Тик-скорость. Прямо… Тик-скорость. 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 Увиде. Гитая, это вам. Мы не разомнити. Да, добавлю к тому, что я говорил, на карте вы видите таких противников с Тапмсидер, нет, это молот, можно сказать, это Хаммербро, вот мы их убиваем, ну как, они оказываются на карте. Ну, то есть, они не залочены в определенных местах, они передвигаются, вот как только что вы видели, ну так как вы на 5 секунд впереди меня, вы точно это видели раньше, чем я сказал, но не об этом. В принципе, чё, вот на данном уровне мы наибольше, как сказать, мы наидольше, мы дольше всего можем сохранять пи-скорость, ну если у нас это получится. То есть, нам все равно нужно уворачиваться от противников. Убиваем здесь мы Хаммербро. Убиваем здесь мы Хаммербро. Да, из сундука мы получаем перо. Ну да, вот только что вы видели такой кирпичный уровень, по сути это даже, ну как бы, его можно считать. Ну, в принципе он таким и является. Это как, как моменты, когда вы видели, что это просто переход через трубы. То есть, вы падаете из одной трубы из труб, вы падаете из одной трубы, потом проходите и идете в другую трубу. Страшноватый уровень был недавно. Ну, по своей сути он легкий, но вы можете, ну как и во везде, но здесь ошибка может заключаться в том, что вы прыгнете просто не туда. Да, вы упадете и потеряете, не знаю, ну, достаточно этого времени, считать не буду. Да, Хаммербро опять. Ну, тут не о чем переживать пока он встречает Хаммербро. Каждый раз когда он встречает Хаммербро, не о чем переживать, их довольно легко. Да. 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 Спасибо большое, компьютер. Спасибо. Ну, вот этот уровень, этот момент, пос... ну как... В нём, мувмент, конечно, посложнее, чем на обычных платформах. Ну, да, кроме вот этих платформ, на нём даже такого ничего, за что глаз цепляется, нету. Так что, если вы входите в пайпе в первую очередь, возможно, это возможно, что вы разрушили по высоте границы, во время она еще разрушает, а потом вырабатываете? Да, да, пайп будет выстреливаться по высоте границы, чтобы вырабатывать. К сожалению. Можно сказать об особенности того, как игра загружает уровни, то есть, ну как на предыдущем уровне вы видели, мы проходили в трубу, в нее можно попасть пораньше, то есть чем раннер это сделал, ну как бы в принципе сразу в нее пойти, а он задержался некоторое время, а если бы он прошел сразу же, его бы скорее всего раздавило на следующем уровне из-за того, из-за особенностей того, как загружаются уровни. Оно, Коин Шип! Оно! Оно! Оно, Коин Шип! Оно, Коин Шип! Ну, Мич уже, так, он уже убил, сколько? Три камер бро на этом уровне. Два Коин он еще соберет. Да. Да. Раннер, в чем… Раннер говорит и говорит такую вещь, и я с ним соглашусь. уровень, где вот мы прыгали только что по платформам, а в казуальном прохождении, конечно, ну казуально мы игроку, где он первый раз будет играть, это будет очень сложный момент из-за странных прыжков. Здесь мы опять видим, опять, который раз, опять, да, то что король превращен, мы будем опять искать, находить, искать. Magic Ward, Ward. Момент с автоскроллером очередной, я уже говорил о том, что мне не очень, конечно, нравятся автоскроллеры, но что поделать. Донаты, донаты, донаты зачитываются, сейчас хотя бы не один, а то в предыдущий раз тот, кто зачитывает донаты, да, покер в Акувате, ну, под надписью, под именем, никнеймом, как его, раннеры, написано, кто комментирует и кто читает, кто читает донаты. Вот, продолжу то, что я говорил, читающий донаты спросил, сколько донатов можно зачитать, и можно было зачитать только один, но это, конечно, не очень, это очень мало, да. Мы собираем Magic Ward, с помощью него превращаем короля обратно в человека, и он дает нам письмо от принцессы. Шестой уровень, шестой мир, не уровень, мир, шестой мир, даже что о нем сказать. Ну, вы сами видите то, как он выглядит, мне, к счастью, не надо описывать этого. Ну, и здесь с пи-скоростью у раннера, ну, то есть, был момент, где он ее чуть-чуть потерял, потом снова ее вернул. Да, да. Hammer Bros. мы убиваем без каких-либо сложностей. Я, о чем я уже говорил, сложностей с ними нет вообще, ну, таких, как моментов с загрузкой уровней, или моментов с тем, как загружаются уровни, как я уже говорил, что чего-то похожего с Hammer Bros. нет. So, there are just always movement of one, whereas when all the Hammer Bros. are dead, there are just no movement, there is the ultimate time save. So, yeah, music box is just like, I'm guaranteeing movement of one for two turns, which is like, it's pretty important for World 6, but again, not the most ideal thing you want to do. Yeah, even a fairly quick equipment of the music box will cost you about a second. Movement здесь, здесь, здесь movement довольно простой, нет таких сложностей, как вот был на одном из уровней, где очень узкие платформы, или вот здесь не такой сложный платформен, как на уровне, про который я говорил, что, но казуальному игроку, который не играл довольно сложный момент, будет здесь это проще, нет странного мувмента, повторюсь. Да, вот, вы видели интересный довольно момент, мы получили урон, и момент как бы, как мы получили урон, из-за чего мы потом перестали получать, то есть у нас был момент, когда Марио стал неуязвимым, мы пробежали просто по этим шипам, а дальше уменьшились. У меня опять небольшие проблемы с трансляцией, но... Не об этом. Здесь вы видели на карте, ну то есть у него был вариант пойти наверх, пойти вниз, он пошел наверх, это 6-6, да, это 6-6, сейчас. Да, у него... В момент, когда он проплывал, там были вот эти пленты, цветки, он одного из них задеспавнил. Если что... Это не очень было заметно, например, как вот в момент, когда он до этого деспавнил противника. Так, у нас тут левитации, как, вот в этом моменте левитация будет, вот, вы видите, это уже даже полет больше. Так... 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 очередные до 67 67 как вы видите это автоскроллер на трансляции ого так не то но скажу о том что происходит на трансляции официальной комментатор даже ридер как написано на трансляции кто-то читает донат он напоминает кто такое сейчас происходит куда собираются деньги как я раньше говорил деньги собираются в благотворительный фонд save the children вы видите это в нижней части экрана правее от esa и саммер да он закончился очередной автоскроллер момент сейчас был ничем не примечтательный больше даже сказать больше меньше можно сказать так мы на мид у нас мир 6 и уровень 8 у нас мими джампы здесь используется то есть и ну и большие прыжки тоже используются но тут по сути большинство это мувмент в ну то есть в данной категории и в принципе конечно в супер марио это очень важная вещь без которой никуда в данный момент в этот период времени если так можно говорить раннеру очень нужно было концентрироваться потому что вот это не наиболее сложный сейчас был этап но довольно сложный перестал работать я починю я починю ради даже не знаю хотя ладно не буду это делать это уже не самому подмитровело настраивать время я думаю так и сохранилось что 5 секунд и сколько-то там я позади если что потом уже после этой игры откорректирую как-нибудь если у меня получится у нас автоскроллер мы как я уже много раз говорил идем за волшебные палочки magic ward так нет все здесь нормально здесь ничего не изменилось как и в предыдущие разы мы будем ну не изменилось в том плане что та же механика но вот в данный момент да вы это видели раньше меня у него получилось клипнуться в тот момент у него получилось пройти сквозь стену и он оказался из-за этого за экраном ему пришлось ждать пока экран вернется к нему потому что он прошел как бы за так называемый карпи как это даже объяснить 5 секунд не приговор но у меня почему-то это не я не могу перестать об этом не думать не могу об этом не думать что мне конечно немного подбешивает но что же поделать даже как это конечно будет сложно объяснить даже не знаю да вот в этот момент который вот вы видели прохождение в стену там такой фрейм даже не фрэйм это пиксель перфект момент где нужно быть очень аккуратным в том плане что там не то что пиксель там сам пиксель перфект что там Да, что-то, 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 что-то продолжает забивать мне голову, значит, опять у нас вот этот уровень, ну, конечно, я что-то сказанул уровень, ну, момент, мы переходим из одной трубы в другую. Мне интересно, это у меня просто лагает трансляция, или это в целом лагает трансляция, и у вас тоже? Окей, я понял. Ну, хотя бы не только у меня, к счастью, к счастью, не только у меня, вы тоже подверглись этому. Но, да, это тоже одна из самых легионных в том, что сописел values и не работают. Так что, от 16 сописел, только 2 не могут, но и в том же время, даже не об этом. причем как я вижу у него лагает и вебка его лагает и лагает сама игра он очень интересно ускоряется мы так у нас есть имейт вы видите система и сейчас 12 мы приближаемся постепенно но верно ну вот в данный момент опасности особо ну как невероятно опасность здесь никто не представляет особенно если вы меч конечно человека которого мировой рекорд по данной категории ну как сказать даже не по сути да у него по практически по всем категориям мировой рекорд но если вы не причинете но если вы не причините я не могу это об этом ведь это грэд на фирусы обеспеченными как раз и и Субтитры сделал DimaTorzok ну из-за лаги конечно мы можем там есть определенный лак из залога можно потерять где-то две с половиной секунды ну там медуз но медузы медузы вот конечно медузы ложные в какой-то степени не знаю не буду говорить что они прям прям ужас мы уже продвигаемся дальше так что не буду поспоминать про уровень с водой и рыбами да 76 что вы видели вот на карте что сделал на карте митч он выбрал пивинг то есть пи крыло чтобы у него был ну так он смог так пролететь за пределами экрана ну вот в данном в данном уровне в данном моменте в данной секунду ну в общем здесь было несколько как бы путей как можно это пройти во всех я не уж ну то есть о них я уже не успел особо смысла нет я думаю но если митча был готов на карте митча был готов на первую очередь и тогда просто грабь его крыло 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 это будет оставаться 17 секунды просто доставать на карте но да потому что мы в этом маратоне мы не хотим дать на это но мы в этом моменте это абсолютно нескольких если вы хотите получить в рюк да здесь у нас но мы уже мы продолжаем пользоваться этой механикой то что мы можем летать и левитировать играя за марио хвостом и ушами и и и и Знаете, что замечательное лепе, которое мы сделали в пипе, мы видим еще небольшую реферацию к лошадным уровням 2J? Мы используем одну из наших последних стажей? так да значит мы постепенно конечно как я уже говорил приближаемся к концу опять у нас превращенный король которому нужно спасать в общем у нас используются эти автоскроллеры для того чтобы зачитывать донаты есть инсентив на на выбор чего-то в актапевтрейлер а там как как что-то связанное с историей насколько я понял в актапевтрейлер есть инсентив донейшн и конечно вот эти автоскроллеры это не самое впечатляющие моменты рана быть supporting and we are we are getting many many donations this wonderful run thank you so much for all of them так я так понимаю он в чате что ли прочитал вопрос или что который кстати немного я пропусти ваша не смогу вам сказать чем так у него да вовсе что же я хочу сказать я хотел сказать что у него довольно опасный момент был с вот этим но все прошло хорошо который я не могу сказать что вы можете ожидать что вы можете ожидать у нас опять очередной опять опять очередной автоскроллер конечно уже как сказать более интересный возможно чем чем корабль но конечно только в плане того как все выглядит не в плане прыжков и чего-то подобного потому что если по механикам здесь конечно скучнее чем на корабле это очень легко и так как подбегает на какие-то игры вы получаете и даже когда вы выполнили очень хорошо это очень возможно для того чтобы у вас просто потому что у вас будет конечно же причем особенно когда у вас есть какие-то другие другие какие-то вещи как камеры-брекинга лоттс и что-то конечно да что я не сказал я ничего интересного конечно в данный момент не скажу но раннер чё ему главное здесь не получать урона предыдущий момент здесь у него конечно он очевидно знает все знает когда выстрелить знаешь что будет впереди но это и так очевидно так что да вообще данный мир мне как-то даже нравится больше всего знаете стилистически конечно учитывая что здесь автоскроллер и это для меня минус но чё поделать они расчетесь… Вы можете нажать в «А» и нажать «А» и нажать «А». Да. И если вы подсказали всё это, то у вас нет у нас можно жить около 4.5 секунды, а у нас весом, если вы получите баланс, то вы получите минуту. Звучит музыка. Будет использоваться Тарстрота. Скорее всего, по крайней мере. Я думаю, мяч так будет... По крайней мере, он говорит, что будет Тарстрота. В общем, это Тарстрот, на один Тайл, и затем Кипен. Это очень прикольный. Но я не получил его на Тарстрот, поэтому это очень круто. Я получил его на Тарстрот. Я получил его на Тарстрот. Я получил его на Тарстрот. не получилось у него здесь как сказать неудача в том плане что что у нас стопроцентная категория поэтому да да и даже не кстати ну что вот на этом уровне можно сказать да у нас здесь быстро такой быстрый автоскроллер ну что такого ну быстро двигается можно посчитать то что именно это и создает сложность данного уровня в том что из-за того то есть он сложнее типа из-за того что экран двигается быстрее чем обычно но ну то есть даже как не они обычно то есть неважно короче так скажу то есть движение экрана быстрое движение экрана да 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 и в принципе движение то есть оно все влияет на движение ну то есть на то как на физику движения марио то есть вот у нас быстрее двигается экран но натур она влияет на физику движения марио от этого сложнее как бы проходить уровень вот такие но вы direct старая о sort потому что это легкий вид ну то как он да 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 нет г да вот вы видите злое солнце вы видели я насколько насколько я правильно понял мы в последний раз видели да у нас еще один автоскроллер очередной зачитываются уже стало понятно я думаю большинство дантов зачитывается во время автоскроллеров да ну к счастью к моему счастью до последний автоскроллер игры да я не могу не ассалфар да сны не сон ассалфар да я не могу в том что бо-бам то есть так что вы можете прыгать вперед и в среду и че степешев и купить и нескольцем и нескольцем и автоскроллеров не должны стоять очень долго но больше всего минут 10 вот 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 босерс кастел да у нас как замок замок баузера последний уровень клип как меч выполнил клип здесь с помощью пи скорости он там поддерживает и скорость он довольно быстро прошел тот момент с этими со статуями здесь баузер да баузер баузера рнг рнг короче благословила нас и нормальный паттерн был у баузера сейчас время 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 у вас скорее всего ну да время короче минута десять секунд минут час десять минут тридцать семь секунд да у нас хоть и этот до мировой рекорд я вижу есть 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 это хорошо да клапа чат вы крутые раннер крутой тоже что несомненно так и есть спасибо мечу спасибо чат значит то у нас идет дальше дальше у нас идет борзерс фьюри так сейчас я короче помолчу некоторое время решаться некоторые приколы проблемы я не знаю как решить то что я на пять секунд позади меня это очень сильно раздражает мне это очень не нравится но я даже ладно пока не об этом не знаю когда я смогу нормально об этом поговорить хотя я не думаю что это стоит да спасибо комментатору тикс спасибо читателю донатов я что-то не могу нормального ник прочитать ну ладно да спасибо мечу спасибо вам чат значит следующее вы Продолжение следует...